Микс-ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас с Вадимом Родионовым такая достаточно спорная, неоднозначная тема. Но не всегда же нам вещать очевидные истины. Да, поэтому мы предлагаем вам также подключаться к нашему эфиру по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите в WhatsApp 2306-191. Будем говорить о спорном сегодня. Да. Спорная тема. Ну, все мы знаем о том, как сейчас популярны и востребованы антидепрессанты. Как говорил, Менделеев, по-моему, широко простерла химия, руки свои в дела человеческие. С антидепрессантами, ну, ни для кого не секрет, что людей сейчас-то не является неким страшным зельем, от которого можно попасть в зависимость. И тогда люди принимают антидепрессанты, когда их охватывают тревоги, депрессия, случаются стрессовые ситуации в жизни. Хотя, конечно, отношение к ним по-прежнему неоднозначно. Но некий английский профессор психиатрии на основании проведенных 28, как-то написано в статье исследований, вышел с такой революционной идеей, что можно назначать антидепрессанты людям, у которых симптомов депрессии пока что нет, но они могут возникнуть, и, возможно, следует назначать антидепрессанты профилактически. Речь идет в первую очередь о людях, перенесших разные заболевания. Инсульт, инфаркт, гепатит С и тому подобные вещи. А как это связано? Потому что, как мы знаем, депрессия – это нехватка серотонина. Антидепрессанты – это ингибиторы обратного захвата серотонина. Если так просто… Это одна группа только. Это только одна группа ингибиторов. Их несколько групп, так что не так все просто. Но связано это то, что связано, понятно почему. У человека, у которого случился инсульт или инфаркт, то, что он, если еще не переживает, то скоро начнет переживать – это ощущение своей ограниченности в возможностях. Это ощущение того, что ты больше не в состоянии делать то, что мог раньше. Ну, инсульт вообще тяжелая история. Это повреждение тканей мозга, и они могут проявляться по-разному. У кого-то это могут быть временные нарушения подвижности. Какой-то это нарушение речи, какой-то нарушение интеллекта, какой-то нарушение пожизненное отношение подвижности. Ну, плюс параличи, возможно, еще. Ну, это есть параличи, да. Так вот, вопрос же еще и в том, что иногда само по себе повреждение тканей мозга приводит к депрессивным проявлениям. И этот профессор утверждает, что профилактический курс антидепрессантов спасает людей от депрессии, даёт им возможность более благоприятно переносить свою болезнь и её последствия и так далее. И, конечно же, эта неоднозначная идея вызвала массу дискуссий и в научной среде, и около научной среде. То есть, естественно, многие люди, которые имеют отношение к человеческой психике, в том числе и психотерапевты, и психологи, сказали, а что же вы делаете? У нас и так есть проблема с некоторым чрезмерным выписанием антидепрессантов. Но антидепрессанты, по крайней мере, современные, они ведь не вызывают физиологической зависимости. Или всё-таки есть побочка такая? Зависимости не вызывают, но антидепрессанты точно нельзя бросать резко. Это всегда предупреждают врачи. Да, это всегда известная история. Если ты пьёшь антидепрессанты уже какое-то длительное время, а их обычно короткими курсами чаще всего и не пьют, там полгода или год даже, если ты бросил их резко, то твоя нервная система получает мощную встряску. То есть это могут быть и побочные эффекты, это могут быть возвращения депрессивной симптоматики, это могут быть самые разные явления. Поэтому люди, которые возражают, считают, и на мой взгляд обоснованно, что назначение пациенту антидепрессанта – это должно быть очень серьёзным решением, тщательно обдуманным, обсуждённым с самим пациентом, с разъяснением у всех плюсов и минусов этого решения, с разъяснением и размышлением совместным, за то, действительно ли они необходимы и так далее. Счёт чрезмерного выписывания антидепрессантов – это, в общем-то, правда. Потому что я неоднократно наблюдаю своих пациентов, которые появляются, человек пошёл с какими-то тревогами, с бессонницей, с другими состояниями, к семейному врачу. И тот ему выписывания антидепрессантов. Или человек пошёл к неврологу, тот ему тоже выписывания антидепрессанты. То есть, на мой взгляд, прежде чем заниматься выписыванием антидепрессантов, очень хорошо понимать, что происходит с человеком. С антидепрессантами ведь ещё одна проблема – это, во-первых, они начинают действовать не сразу, как мы знаем, после двух недель приёма, то есть, первое появляется, и второе, что их не так просто подобрать, потому что, опять же, сразу не поймёшь, действуют или не действуют, а через две недели или через месяц они могут не действовать, нужно менять или совмещать и так далее и тому подобное. Этим часто не занимаются семейные врачи. Ну, у семейных врачей совсем уважение к этой благородной профессии, мне всё-таки кажется, у большинства недостаточный опыт с антидепрессантами, с ними надо быть хорошо знакомым. Во-вторых, обычно, ну, по моему опыту, у кого-то это требует и двух недель. Есть люди, которые ухитряют осуществить некоторые улучшения уже через 3-4 дня приёма антидепрессантов. Возможно, эффект плацебо, а, возможно, есть люди чувствительные, которых некоторое облегчение ощущают сразу. Но чтобы понять, и для наших радиослушателей, там ведь система накопительного эффекта, да, как я понимаю, в антидепрессантах, поэтому нет такого быстрого, мгновенного эффекта. Нужно подбирать сначала антидепрессант или их комбинацию, нужно подбирать дозировку. Иногда антидепрессант, который человек мог бы подойти, ему назначают сразу достаточно большую дозировку, человек получает полный букет побочных эффектов, и его это отпугивает, это антидепрессант очень сильно. Ведь предупреждают, что в первые недели или первые дни после приёма у человека может ухудшиться состояние, а не улучшиться. Это тоже, как я понимаю, оговаривается. Человека могут получить, могут появиться чисто физические побочные эффекты, вроде тошноты, могут на первых порах наблюдаться признаки усиления тревожности. Есть люди, о которых, и это, мы всегда предупреждаем, человек, который впервые начинает принимать антидепрессанты, что если вдруг вы начинаете замечать, что ваше настроение из плохого стало не просто хорошим, а блестящим, если вы стали эйфоричны, если у вас ощущение, что вы настолько полны силы и энергии, что вам даже и спать не нужно, что вы невероятно сексуально привлекательны для противоположного, может, и для своего пола, что у вас полно бизнес-идей гениальных, которые немедленно принесут результат. Поэтому, как только у человека, к счастью, опять не так часто, появляет чувство эйфории и, ну, очень подозрительно хорошего самочувствия, желательно сразу звонить своему лечащему врачу. Это тоже побочный эффект? Это может привести к раскачественному биполярному расстройству, когда человек из депрессии переходит в, скажем, такое гипоманиакальное состояние. Ну, это должно, у человека это биполярное расстройство должно быть? Или антидепрессанты могут, скажем так, у относительно здорового человека спровоцировать биполярное расстройство? Это может быть стабильный биполярный расстройство, но человек может быть с такой склон, с неким циклическим колебанием настроения, и есть люди, у которых это не будет дебютом биполярного расстройства, но это человеку приведет в неадекватно приподнятое состояние с дурными возможными последствиями. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Евгений. Можно нам вопрос? Задавайте вопрос, пожалуйста. Что такое, какая дефицития у термина эйфория? Спасибо. Спасибо вам. У термина эйфория? Да, я так понял, что... Эйфория – это ощущение острого благополучия. Ощущение... Она не всегда болезненная. Человек может, когда случилось что-то хорошее, приводить в эйфорию. Ощущение, что у меня всё хорошо. Но это краткосрочное обычное состояние. Да, человек, который влюблён и взаимно влюблён может испытывать чувство эйфории. Человек, это некий успех, может испытывать чувство эйфории. Олимпийские чемпионы говорят как раз ради этого тоже. Вот это ощущение, когда на пьедестал поднимут. Но когда эйфория появляется в результате приёма антидепрессантов, это не очень хороший знак. Человек в эйфории не всегда способен критично воспринимать то, что с ним происходит. И, к сожалению, история знает ситуацию, когда человек, входя в неадекватно хорошее настроение, брал кредиты, подписывал какие-нибудь договоры деловые, после чего, приходя в ся, хватался за голову. Получается, что антидепрессанты могут делать человека частично неадекватным? Или это неправильно формулировано? Это не совсем так. Антидепрессанты могут человека привести в это состояние эйфории, в котором он неадекватен. Поэтому, когда человек принимает антидепрессант, есть люди, которые говорят, ну я попью месяц-другой и вам позвоню. И я всегда говорю, что так не пойдёт, потому что вы начинаете принимать лекарства, я его назначил, и я за вас отвечаю, что и морально, и юридически. Лекарства – это рецепторные? Разумеется. Это не, к счастью, антидепрессанты нельзя купить без рецепта, это не курс витаминов. Поэтому к этому относиться бережно. Вот, возвращаясь к изначально теме того, о чём мы говорили. Сама по себе идея того, что можно начинать принимать антидепрессанты, когда у тебя ещё нет никаких признаков депрессии или тревоги, с одной стороны, наверное, есть ситуация, где она обосновываема. Или если мы представляем, у человека впереди новости, которые совершенно точно будут его раскачивать в психологическое состояние. Но, с другой стороны, наверное, я бы с этим не согласился, или, по крайней мере, это должно быть очень взвешенное решение, а может и решение даже консильвума врачей, в данном конкретном случае стоит начать антидепрессанты ещё до появления симптомов депрессии. Потому что мы же знаем, как устроены люди. Можно, конечно, начать с идеи, что раз уж антидепрессанты можно назначить профилактически после инсульта, после инфаркта или любого другого физического страдания, которое может привести в плохое настроение, дальше логическим путём дойдём до чего угодно. Что предстоит развод, начну копить антидепрессанты, предстоит уход с работы, состояние тревожное, начну копить антидепрессанты. Можно придумать ещё множество, множество ситуаций, где человек начнёт пить антидепрессанты для чего? Боясь испытать отрицательные эмоции. То есть это уже как успокаительное, да? То есть по такому принципу? Ну, да. Человекознанные люди знают, что транквилизаторы, во-первых, они дают привыкание, если неконтролимых принимать, во-вторых, транквилизаторы снижают реакцию, с ними ты не можешь садиться за руль, не можешь употреблять алкоголь, ещё много всего. Но транквилизаторы дают мгновенный эффект. Они вот короткий эффект, он тебя, они тебя временно успокаивают, потом этот эффект проходит, и ты, если ты привык с любой проблемой исправляться с помощью лекарств, то есть она готовит всегда коробочка с теми или иными лекарствами, это очень неоднозначная ситуация. Во-первых, получается, человек лишается устойчивости к на звонок. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Борис. А у меня такой вопрос. Вот может же быть несовместимость антидепрессантов с какими-то лекарствами и другими. Вот инфарктики и сультики, они же много лекарств пьют. Я уверена, что семейные врачи будут это смотреть. И ещё одно. У меня, например, аллергия на какие-то лекарства. Тут тоже антидепрессанты. Человек у нас значит, а он не переносит какие-то составляющие. С этим как быть? Спасибо. Ну, во-первых, я думаю, что любой семейный врач, всё-таки назначая человеку лекарства, если его пациент, он знает, что он принимает, есть определённые предупреждения или противопоказания по совместимости препаратов. Я уже не думаю, что наши семейные врачи просто назначат и даже не подумают, как взаимодействует лекарство этого человека. Ну, в конце концов, врачи учат химию, они прекрасно знают, как активные вещества взаимодействуют. У всех лекарств есть аннотация. Везде есть отдельный список, где обычно крайне педантично перечислены и возможные побочные эффекты, и абсолютные противопоказания, и лекарства, которые несовместимы в принципе, или лекарства, при совмещении которых надо проявлять бдительность. И по поводу того, что есть побочные эффекты, ну, поэтому антидепрессанты и назначаются врачами, начиная, чаще всего, с небольших доз и внимательно наблюдая, какую реакцию они вызывают. Поэтому всё-таки, я думаю, с нашими врачами всё не так катастрофично, им можно доверять. И я ещё добавлю, что ведь антидепрессантов огромное количество, по крайней мере, их много, они разные, и можно подобрать те, которые подходят, если вызывают отторжение. Их много, это на самом деле редчайший случай, когда человеку не подходит ни один антидепрессант. Бывает, что люди, напуганные тем, что им не подошёл какой-то антидепрессант, становятся насторожными против любых антидепрессантов. И их очень трудно умыть, попробовать что-то ещё. Тогда люди начинают обращаться к травкам разнообразным, альтернативным, гомеопатии, и тому подобным вещам. И, в общем-то, если это действительно депрессия, или это серьёзное тревожное расстройство, оно просто хронифицируется. Оно не лечится, но чем-то слегка приглушается, но лечебным результатом настоящего не получается. Здесь, мне кажется, ещё важный момент, что когда мы говорим о транквилизаторах и антидепрессантах, как мне кажется, многие путают, что транквилизаторы лечат депрессию, а транквилизаторы депрессию не лечат, потому что они как раз не восстанавливают баланс того же серотонина. Это частое заблуждение? Транквилизаторы – это так называемое симптоматическое лечение. Они снимают симптом. Вот в тот конкретный момент, когда выпил, или несколько часов позже? Возможно, нет. Бывает ситуация, если у человека какой-то лёгкий предсказуемый стресс на работе или какая-то ситуация, и человек может, опять же, под наблюдением врача, кратковременно попринимать транквилизатор. Но это не депрессия? Это не депрессия, это некая стрессовая ситуация, в которой, если человек уже есть депрессия, то транквилизатор её совершенно точно не вылечит. Транквилизаторы обладают противотревожным свойством, но не антидепрессивным. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Продолжим также принимать ваши звонки. Это программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня мы говорим о профилактическом лечении депрессии антидепрессантами. Так я правильно сформулировал? Или ещё депрессии нет, а лечение уже начинается? Да. Конечно же, антидепрессанты применимы в сфере соматической медицины тоже. Потому что люди, перенёсшие инфаркт, перенёсшие инсульт, конечно, нечасто уже оказываются в депрессии. То есть, само то, что случилось, это встряска, это перенесённый страх, это совершенно точное ограничение возможностей. Это люди, на которых в этот момент особенно иметь некую предрасположенность к унынию и депрессии, они начнут видеть свою дальнейшую жизнь в чёрном цвете. Я теперь инвалид, я никому не нужен, я должен лишиться каких-то любимых вещей, я должен избегать всего на свете. и поэтому люди начинают принимать, люди чувствуются плохо, и тогда антидепрессанты показаны. Но ведь интересно ещё, вот у меня есть знакомый, молодой парень, который пережил обширный инфаркт, он сказал, что вот сейчас я не ощущаю того, что со мной было, я просто пью лекарство и чувствую себя хорошо. Но там есть ещё один интересный нюанс, это то, что человек во время сердечного приступа испытывает очень сильный страх смерти, ну, мне так рассказывали. И вот это вот психологическое состояние потом очень сложно от него избавиться. Так ли это? Приходится ли вам с этим сталкиваться? Или это суббой индивидуально? Ко мне не попадают люди с острым инфарктом. Нет, уже после, когда начинают осознавать, что с ними было. Да, люди, которые перенесли какие-то обчёты, не обязательно инфаркт, люди, перенёсшие тяжёлую аварию или ещё что-то. Да, у них возникает зачастую очень сильный тревога и депрессивное состояние, и страх нагрузок, страх. Люди начинают избегать каких-то ситуаций, хотя людям, которые перенесли неважно инсульт или инфаркт, им положены физические нагрузки, они начинают их бояться вообще любой. У них возникает страх, что минимальная нагрузка приведёт к повторению инфаркта, инсульта или смерти. Справедливости ради заметим, что подобные страхи бывают у людей, к чьё сердце абсолютно здорово. У меня был пациент, молодой человек, который боялся в магазине поднять груз больше килограмма, потому что у него было страшно, его сердце не выдержат. Иногда он ночевал в машине возле приёмного отделения больницы, чтобы успеть добирать. То есть, хотя его неоднократно обследовали, сердце было абсолютно здорово, но он на всякий случай, это частая история, когда человек говорит, возможно, врачи чего-то не нашли. Это тяжёлые случаи эпохондрии или это что-то другое? Это панические состояния, это эпохондрические мысли в том числе. Звонок, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нина. Да, Нина, слушаем вас. Я была у кардиолога на приёме, и она мне сказала, что у меня вегет сосудистая дистония и выписала мне лекарство эсцетил 10 мг при упаковке по 28 таблеток. Я, правда, выпила одну, когда она сказала, что нужно где-то 3 дня по полтаблетки пить, конечно, мне было очень плохо ночью, мне в жар бросалось остальное, когда прочитала я отзывы об этом лекарстве, мне за 70 лет уже, да, и когда прочитала в интернете отзывы, ну, нехорошие, что он очень тяжёлый и может развиться какая-то ещё другая болезнь. Вот я хотела бы, чтобы ваш гость не прокомментировал, что такое эсцетил и для чего его назначают. Да, спасибо. Комментирую. Эсцетил химическое название эсцеталопрам. Впервые появился на рынке лекарств под названием ципролекс. он не является страшным тяжёлым препаратом. Это достаточно хороший современный антидепрессант. Я думаю, что ошибка в том, что вам не надо было начинать его сразу пить по полтаблетки. Я обычно своим пациентом назначаю по четверть таблетки. Должно быть под наблюдением врача. Иногда если мы даём маленькую дозировку, то эти побочные эффекты минимальны. Нужно время, чтобы организм адаптировался к препарату. Иногда, когда такие антидепрессанты дают вначале усиленную тревожность или ухудшение сна, поначалу мы их сопровождаем транквилизаторами для того, чтобы организм адаптировался, то мы транквилизатор отменяем, а антидепрессант продолжает работать. Я не думаю, что ваш коридол сделал ошибку при вегетасосудистой дистонии, очень старый диагноз, устаревший. Мы часто назначаем тот самый эстеталопрам. Просто, наверное, в вашем случае это надо было делать в меньшей дозировке. И всё-таки лучше такие вещи делать с помощью психиатра, чем с помощью кардиолога. Потому что сейчас вы им напуганы и вы что-то по нём прочли. Не надо читать об антидепрессантах форумы. Вообще не надо читать форумы. Да, это правда. На форумах, особенно по обсуждению антидепрессантов, часто пишут не совсем адекватные люди или не совсем хорошо понимающие, о чём идёт речь. Если у вас вопросы по лекарству, которые выписал врач, идите к этому врачу, давайте ему эти вопросы. Но я думаю, ещё раз повторю, это хороший, приличный антидепрессант, давно проверенный, от него нельзя чем-то заболеть. Он легко переносится обычно, даже людям, у которых почечная или печёночная недостаточность, он в небольших дозах применим. Поэтому не пугайтесь. Если у вас сохраняют симптомы этой дистонии, пойдите вы не к кардиологу, а пойдите вы к психиатру, обычному, простому психиатру, и расскажите свои проблемы, вам явно подберут лекарства, которые вам помогут, это не так страшно. Кстати, что касается вегетососудистой дистонии, ведь это даже не заболевание, это симптом или синдром, как это правильно назвать. Синдром скорее. И человек ведь чувствует субъективно тахикардию, резкие спазмы какие-то, панические атаки даже возможно, и он идёт к кардиологу, потому что, мне кажется, это самый простой путь. У тебя что-то с сердцем, тебе кажется, что у тебя болит сердце, ты идёшь к кардиологу. Как её распознать в этой ситуации? Нет, ну это, в общем-то, совершенно разумный подход. Мы идём, когда у человека возникают подозрения, что что-то не так с сердцем, естественно, и разумно, что первый походит к кардиологу, а не к психиатру. Когда человек проходит обследование, назначает кардиолог, и обнаружено, что сердце здоровое, или, как говорят, в пределах возрастной нормы, когда исключаются соматические причины и подозрения, тогда мы понимаем, что это наша вегетатика, ей должен заниматься психиатр. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? А, Владимир, да, Владимир. Да, Владимир. Здравствуйте. Нам насчет внимательнее обладает маленькая ремарка. Был у нейролога, подошел, мне кажется, мне толково никакого нет, решил посетить снова его. А мне заявляют о том, что в этом году всегда писал, как по госпрограмме, такие платные, а сейчас закончились. Начал искать другие неврологи, у него в городе, который собран, такая же ерунда. А вы говорите, что делать? Вот хотел бы узнать, что делать, когда раз в годы попасть ты можешь, а потому что как бы на дело случая, попадешь, не попадешь. Да. Ну, что я могу сказать. Жалко, что у нас так ограниченно финансируется медицина на данный момент, но, наверное, если захотеть, найти платный прием или частный практикующий врач, все-таки возможно. Даже, наверное, возможно найти врача за какие-то более-менее доступные деньги. 672 12 93 9 и 672 13 93 9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите в WhatsApp 230 6191. Кстати, я вспомнил пример человека, который пил антидепрессанты профилактически. Это кто? Это был один мой пациент, который начинал пить антидепрессант, когда собирался бросать курить. Но у него был печальный опыт. Когда он бросал курить, он впадал в такое состояние, что окружающий лучше было от него прятаться. И он такой не одинокий, потому что тоже, когда у меня был пациент, который курил много, решил бросить, он был моряком, и решил бросить курить, находясь в рейсе посреди океана. Он резко бросил курить, и у него начались панические приступы, потому что, очевидно, сигареты его очень успокаивали. У никотин есть. успокаивающий эффект, это мы знаем. Так вот, этот человек, который бросал курить, он заранее выпил антидепрессанты, начинал их пить, потом он запирался на какое-то время дома, для того, чтобы этот период, который надо пережить после отмены сигарет, прошел безболезненно. Потом этот период проходил, и дальше он уже жил более-менее спокойно, и потихоньку сходил с антидепрессантов. Но опять это был человек, который, в общем, был уязвим для депрессивных состояний, у него могли возникать и депрессии, возникать панические состояния, поэтому он о себе это заранее знал, и начинал сидеть в такой угрожающей ситуации, то есть, не на пустом месте. Что касается ремиссии, то есть, человек заканчивает курс использования антидепрессантов, как долго может быть ремиссия, то есть, это навсегда, или депрессия может вернуться, можно ли это просчитать, прогнозировать? Зависит от диагноза. Есть у людей хронические депрессии. Когда они всё время пьют лекарства? Они пьют всё время, или они делают какой-то перерыв, наступает ремиссия, потом в какой-то момент надо пить снова. Ну, в общем-то, это не новость, давно уже известно, что лечение депрессии это комплексное занятие, и как сказали противники идеи профилактического назначения антидепрессантов, что людям не хватает не антидепрессантов, людям не хватает, чтобы с ним разговаривали. Это уже психотерапия? Это уже психотерапия, это иногда даже не психотерапевты, это социальные работники, или ещё кто-то, кто придёт к человеку и будет с ним говорить, кто-то будет говорить о его страхах, о его тревогах, о его недоверии к своему телу. То есть назначить антидепрессант мы всегда успеем, вся речь не идёт о какой-то острой ситуации. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Сергей. Здравствуйте, Сергей. На тему, ну как бы на вашу тему только вот есть такое выражение «бесполезно бороться с системой», она тебя пережиёт и выплюнет. это звучит. Значит, вопрос первый, два вопроса, всё. Почему, если жертва не защищает себя от злодея либо от системы во время травли, то потом у жертвы возникает проблема с психическим и физическим и здоровьем? Здоровье, как не получить психическую травму при умышленном психоэмоциональном воздействии? Спасибо. Спасибо вам. Почему у жертвы какая-то проблема с психикой находится в постоянной травмирующей ситуации, ситуации травли, ситуации несправедливости, это понятно. Потому что это то, что он назывался реактивная депрессия. Депрессия возникает как реакция на некоторое травмирующее событие. Тут тоже вопрос о предыстории этой жертвы. Если человек уязвим для преследований, человека не выработанного навыка защищать себя, противостоять, да, наверное, он легче попадает в такие ситуации. Второе, как не получить психические травмы? У меня нет совет по этому поводу, но, наверное, ты находишься, наверное, выбирать компанию. Есть это модное выражение «токсичные люди, токсичные отношения», это звучит же как штамп, но тем не менее. Если вы находитесь в отношениях дружеских, супружеских, романтических, деловых, где вы ощущаете, что человек рядом с вами пытается манипулировать, оскорблять, унижать и так далее, вы или себя начинаете защищать, или просто покидаете эти отношения сколько это возможно. В общем-то, это способ избежать психологические травмы. Если же вы уже ощущаете, что на вас-то подействовало, и вы чувствуете себя уязвимым, задетым и так далее, никогда не поздно обратиться к психотерапевту или к психиатру, лучше сначала, наверное, к психотерапевту, чтобы хотя бы понять, что с тобой происходит. Человек не всегда способен осознать, что он находится в токсичных отношениях, поэтому иногда ему нуждаются разъяснения. И я сам неоднократно был свидетелем того, что люди, находящиеся в очень токсичных отношениях, искренне этого не осознавали. Они чувствовали себя виноватыми, они чувствовали себя ущербными, и требовалось некоторое время, чтобы они поняли, что на самом деле с ними происходит. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Вы извините, я второй раз. Да, Лариса. Вот у Чехова есть рассказ, когда там какой-то чиновник мелкий попал на Лысину другому, и он извинялся, извинялся, и в конце концов он слег и умер. Скажите, вот в таком случае ему антидепрессанты бы помогли? Спасибо. Спасибо. Он не сразу слег и умер. Он извинениями настолько достал, генерал, генерал, который чихнул на Лысину, что тот в итоге взревел на него, наорал, тогда он пришел домой, слег и умер. Я не знаю, предотвратили бы антидепрессанты смерть, но если бы он пришел и умер, конечно, Антон Павлович Чехов был доктор, будем о том забывать, но при этом еще и сатириком и юмористом иногда. Так вот, наверное, если чиновник умер от этого, его сердечно-сосудистая система уже была не в порядке. Наверняка был уже некий субстрат, были сужены, коронарные сосуды и так далее. То есть, стресс мог привести к такому событию. Наверное, вовремя назначенные транквилизаторы и антидепрессанты могли бы помочь, но все-таки, судя по всему, сердце находило в катастрофическом состоянии. Кстати, я сейчас вспомнил еще одну тем, которую некогда обсуждали в одной из наших старых передач. Когда речь зашла об иммунодефицитах, нарушениях иммунитета, был ряд исследований, которые выяснили, что крайне угнетающе на иммунитет влияет хронический стресс, влияет состояние депрессии и так далее. Поэтому многие ученые писали о том, что когда речь идет о таких иммунодефицитах, иногда препаратом выбора первым являются не иммуномодуляторы, а антидепрессантно-транквилизаторы. То есть проходит депрессия, проходит стадия хронического стресса и по иммунитет тоже восстанавливается. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Мне Ксения не зовут. Да, Ксения. Ариэль, будьте любезны сказать, вот изоптин является антидепрессантом? Нет, изоптин не является антидепрессантом. Вот тогда я перепутал. Извините, пожалуйста. Ничего. Да, спасибо вам. Звоните. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефона прямого эфира в нашей студии. У нас несколько минут остается до конца эфира. Говорим мы сегодня о депрессиях, о профилактическом использовании антидепрессантов. Эту тему мы сегодня обсуждаем с релией. Если подводить некие итоги, все время, наверное, вопрос профилактического назначения антидепрессанта должен решать в каждом отдельном случае лечащий врач. Если дело не только в инсульте или инфаркте, или еще о чем бы то ни было, если структура личности человека подразумевает под собой, что он уязвим для таких состояний, и что с высокой степенью вероятность можно ожидать депрессии, возможно, возможно, можно назначать антидепрессанты заранее. Но в большинстве случаев я уверен, что первое, что нужно, это и поддержка близких, которую никто не отменял, и в первую очередь психотерапевтическая работа, разговор, потому что иногда от человека тревожные мысли, особенно если они ходят по кругу, человек ни с кем не разговаривает, они могут загнать человека в депрессию. То есть антидепрессант не может избавить от проблемы, он может, в конце концов, выправить баланс веществ, но, тем не менее, он ведь не уберет первопричину. Первопричину нет, но депрессия, если она развивается, она сама по себе является проблемой, которая нуждается в решении. Но я, к сожалению, часто вынужден в интересах пациентов же убеждать их, что не надо пить антидепрессанты, не надо спешить пить антидепрессанты. Ну, наверное, каждый раз, доверяя своему суждению, есть ситуация, когда я вижу, что антидепрессант необходим, и что человеку настолько плохо, что слышать терапию, слышать самого себя невозможно. Это боль, подавленность заглушают все на свете. Еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир, еще раз, не подсказывайте, флоанцол и амитрептилин – это антидепрессанты или так себе? Антидепрессанты или так себе? Они не так себе. Амитрептилин – антидепрессант старого поколения, у него, конечно, больше побочных, чем у современных, но периодически он назначает в самых разных ситуациях. Флоанцол – это не антидепрессант, это нейролептик. И они не так себе. У каждого лекарства есть ситуация, когда оно подходит и необходимо. Я бы не делил лекарство на так себе и не так себе. Но, кстати, в каких случаях используют или предпочитают использовать антидепрессанты, точнее, старого поколения? Есть случаи, когда новые не подходят или предпочтительно старые? Во-первых, когда не подходят. Бывает, когда у человека есть непереносимость каких-то групп антидепрессантов. Назначают что-то из старого. Потому что, если бы они были бесполезны, их, может, уже перестали производить. Списали бы там выбрать. Да, кроме того, допустим, такие препараты, как имитриптерин, да, применяются при хронических болях, помогают. То есть, в общем-то, это не бесполезный препарат совершенно точно. Ну что ж, будем подводить итог нашего эфира сегодня. Ариэль Резник-Мартов, программа «Диагноз недели». Мы встречаемся через неделю уже. Не на следующей, а через. А через неделю. Да.